Лилию Сосину в Тобольске ожидала нечаянная радость. Отправляясь в Самару, москвичка стала 100-тысячным пассажиром. В подарок ей вручили памятные подарки от авиакомпании «Юфт-Аэра» сертификат на получение бесплатных билетов на двух лиц в любом направлении внутри России. Я приехала в командировку из Москвы, и я не ожидала, что стану таким юбилейным и важным пассажиром для Тобольска и для аэропорта «Ремезовс». Очень красиво, очень чисто, очень уютно. Очень комфортно, потому что есть прямые рейсы без пересадок. Это очень ценят туристы и вахтовики. Они попадают в нужную точку, опережая время. В 2021 году там 10 тысяч человек обслужили. В 2022 году обслужили уже более 40 тысяч, и вот уже в 2023 году более 45 тысяч. За прошлый год у нас прирост плюс 10%. Обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров более 200 сотрудников аэропорта. Межрегиональные полеты вновь субсидируются. В начале 2023 года мы столкнулись с тем, что были отменены федеральные субсидии. И, следовательно, благодаря мероприятиям, менеджментам, благодаря тесной взаимосвязи с правительством Тюменской области нам удалось удержать все 11 направлений полетной программы 2023 года. Три дня в неделю здесь особенно напряженная работа. Узкофюзеляжные ближнемагистральные самолеты «Суперджет-100» выполняют по шесть рейсов. В 2024 году «Ремезов» признан лучшим малым аэропортом страны. Когда его открывали, было пассажирам доступно всего четыре направления. Сейчас можно из Тобольска улететь в 10 городов России. В Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Самару, Новый Оренго и Сургут, Нижнекамск. Накануне летнего сезона согласовывается логистика с руководителями крупных транспортных узлов, чтобы расширить географию полетов. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.